Девушки отдыхают Времени практически не остается ни на что. Мне все же удалось выкроить небольшой его кусочек и выбраться в это тихое, прекрасное, уединенное место, расположенное на берегу реки Уба. Честно говоря, я уже истосковался по звуку затвора фотоаппарата и безмятежному спокойствию бескрайних просторов. Поэтому сегодня я постараюсь выжать максимум от пребывания в этом месте. Девушки отдыхают В эту поездку совершил непростительную глупость, за которую расплачивался весь путь до назначенной точки. День выдался до безумия жарки, я же в этот день, отступив от хорошей традиции, выехал в полдень, понадеившись на легкую дорогу и быстро доездил до места. Но на деле все оказалось иначе. После спуска из горы маршрут пролегал по полевым дорогам, укатанным лесовозами до такой степени, что слой пыли на них достигал нескольких сантиметров. Многочисленные попытки двигаться с разной скоростью и по разным траекториям ни к чему не приводили. Поэтому, когда вдали замаячила зеленая пушка соснового леса, радости моей не было предела. Чего не скажешь о выехавших мне на встречу лесозаготовителях на загруженных бревнами Уралах. На мое дружелюбное приветствие мужики долго провожали меня удивленным взглядом. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сегодня выбраться не так далеко от цивилизации, но все же место уединенное. Несмотря на то, что недалеко от речки построена вот такая старенькая беседка. Возможно для рыбаков, рыболовов или охотников. Знаете, когда я ехал сюда, я подумал, а не остаться ли мне здесь на ночь. Честно говоря, у меня еще не было подобного опыта ночевок в одиночку на природе. Но реально хочется никуда не торопясь полностью погрузиться в атмосферу этого места. Уверенности в принятии решения остаться здесь ночевкой прибавило накопившейся за всю дорогу усталость. И, конечно же, безумная красота окружающих пейзажей, характерная лишь для этих мест. Здесь в низинке, где я остановился, связи нет. Поэтому попытаюсь сейчас забраться на горку, чтобы сообщить домой. Возможно, смс-ка дойдет, что я добрался и все хорошо. Вот она, эта горка. Возможно, на ней будет связь хотя бы для того, чтобы смс-ка отправилась. Я ее заранее набрал и положил телефон в карман. Кстати говоря, тут какая-то дорожка, тропинка идет. Не знаю, человечья или звериная. Обалденные виды просто открываются. Шум реки, ветерок. Тучки солнышко закрыли, стало прохладненько, хорошо. Просто обалденные ощущения. А вот еще одна классная штука в этом месте. Вот этот зеленый массив, это не что иное, как сосновый лес. Он искусственно саженный, видимо, был, потому что сосны стоят ровненько, по линеечке. Если смотреть сверху с карты, виды просто, просто обалденные виды. Я не могу передать свои ощущения. Недалеко течет речка, а рядом с речкой сосновый лес. Многочисленные попытки связаться с цивилизацией так ни к чему и не привели. А вот чувство незаметно подкравшегося голода заставило наспех подготовить место ночлега и заняться приготовлением ужина. Короче говоря, всем, кто кушает, желаю приятного аппетита. Дождик выгнал меня от костра. Хорошо, что здесь есть навес, такая беседочка. За весь день я так и ничего и не ел, поэтому сейчас с удовольствием кушаю и буду отдыхать. Слушать этот ветер, наслаждаться тишиной и спокойствием этого места. Без преувеличения это так. Никуда не нужно спеши, ни о чем не хочется думать. Кругом не души, нет сотовой связи. Именно в такие моменты в голове происходит естественный процесс отделения каких-то мелочей, кажущихся нам важными. От поистине незначимых вещей, событий, нарушаемых лишь пищанием на золю моров. Комария просто до жути. Сейчас иду в ту сторону, на побережье, сделать кадры вечерние. И через этот лес, только останавливаешься снимать, они набрасываются, как голодная стая. Просто кошмар. Вот потихонечку и смеркается. Поужинал, выпил аж два стакана чаю, жажда просто замучилась. Сегодня день был очень жаркий. Дорога была очень пыльная, поэтому приходилось ехать с закрытыми окнами. От этого в салоне температура поднималась выше 40 градусов. Сейчас, когда будет темнеть, буду готовиться ко сну и уже завтра утром будет включение. КОНЕЦ Утро встретило меня бодрящей свежестью и прохладным ветерком. С восходом солнца все вокруг заиграло яркими, сочными красками. Это цветопредставление было будто специально для меня, так как вскоре небо затянуло тучами и солнце выглянуло лишь после моего отъезда домой. Сегодня в моих планах была прогулка в лес. Я даже представить себе не мог, какая находка меня там ждала. Но сначала нужно было хорошо согреть свое брюшко и весь организм горячим чаем и плотным завтраком, чем я и поспешил заняться в первую очередь. Всем кто кушает, желаю приятного аппетита. И так делюсь своим опытом от проведенной ночи здесь в какой-то глухомане на берегу реки. Это реально непередаваемое ощущение и бесценный опыт, когда ты засыпаешь под покровом ночи, а просыпаешься под пение птиц, соловьев, кукушек. Я даже не могу передать словами, какое испытываешь ощущение, когда из-за горки выходит солнышко и все вокруг играет яркими красками. Друзья, путешествуйте, но самое главное, не забывайте убирать за собой мусор. А еще лучше, если вы уберете мусор за другими. После завтрака, набив полный мешок мусора, я отправился в поход по родному краю, по пути любой с бабочками и цветущей земляничкой, которой в округе оказалось ну очень много. Жаль, конечно, что ягоды еще не подошли. Так бы можно было вернуться домой с уловом. Вскоре впереди показалась зеленая пушка того самого леса, который вчера так и четливо было видно с горы. Вот он, этот сосновый лес виднеется, в который я сейчас направляюсь. Этот лес я вон с той горы вчера показывал. А дальше лесная тематика похода сменилась исторической. Сначала наткнулся на углубление в земле, как мне показалось, явно неприродного происхождения. Подтверждение этому, вокруг всюду были разбросаны обломки и остатки какого-то строения, а возможно и ни одного. При этом, судя по обломкам, было видно, что конструкции здесь строились капитальные и более-менее современные. Вот похожий ответ, почему с горы видно было, что лес как будто саженный. Вот здесь случайно сейчас наткнулся на какую-то поляну вырытую. Вокруг остатки бетона и кирпичей раскиданы. Судя по всему, в этой яме какое-то строение, сооружение было. Попробую поискать потом на картах. Может быть, что-нибудь на старых картах удастся найти. Вообще, конечно, я боюсь ошибиться, но судя вот по этой ровной поверхности, здесь, возможно, еще какие-то строения, сооружения были. Еле заметная дорожка туда ведет. Уже вся заросшая травой. Чуточку позже я встретил двух трактористов, опахивавших периметр леса от пожара. Разговорившись с мужиками, я не упустил возможности спросить, что строили в этих краях, и вот какую историю они мне поведали. Оказывается, в 80-х-90-х годах прошлого столетия здесь был детский пионерлагерь, который в прямом смысле этого слова смыло пробудившаяся после зимних оков река Уба. Частично конструкции зданий и сооружений разрушила начавшимся тогда ледоходом. Остальное – дело рук человека. События тех лет пришлись как раз на время распада Советского Союза, поэтому до восстановления лагеря дела никому не было. Честно говоря, все мои попытки отыскать хоть какую-нибудь информацию об этом пионерлагере так ни к чему и не привели. Поэтому все рассказанное мною я узнал от местных мужиков, наверняка заставших те годы, когда этот лагерь функционировал. Вдоволь наобщавшись, я от души поблагодарил местных за столь интересный рассказ, и каждый из нас отправился по своим делам. Мужики – опахивать лес, а я еще немного прогуляться по некогда пионерской окраине густого хвойного леса. Короче говоря, лес реально шикарный. Я не знаю, сколько ему лет, но мне кажется, очень-очень немало. Обойти весь у меня его просто не хватит времени, но зарубку на будущее я себе поставлю, чтобы сюда обязательно можно было возвращаться. Место это из всех, которые я видел, ну, практически не испорченное человеком. Сейчас буду возвращаться обратно другим путем, чтобы посмотреть немножко другие виды. Субтитры создавал DimaTorzok Потихоньку подходило время собираться в обратный путь, чего жуть как не хотела сделать. Как-то хорошо залегло мне в душу это место. И знаете, что я вам скажу, друзья? Лично для меня двух дней оказалось катастрофически мало для того, чтобы почувствовать полный релакс и умиротворение от пребывания здесь. Признаюсь честно, ночью одному без связи с внешним миром было немного жутковато. Благо, что мужики, рассказавшие мне не только про пионерлагерь, но и про участившиеся случаи появления волков в этих местах, повстречались мне лишь утром. После их рассказа о том, как этой весной стая волков загрыл за двух косуль рядом с тем местом, где я встал на ночлег, я каждый куст стал обходить за несколько метров в сторону. Но я ни на минутку не пожалел о том, что выбрался в это дичайшее красивое место. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok